Андрей, здравствуйте. Добрый день. Наконец-то мы дошли и до вас. Спасибо. Сегодня на нашем стенде представлено огромное количество техники, к которой вы непосредственно приложили как руки, так и мозг. Расскажите, что же вы сегодня привезли и пользуется ли это спросом? Да, на вот сегодня второй фестиваль, второй экофест и на него мы конечно уже приехали не с одними санями, а со всей той техникой, которую мы сделали опять же для того, чтобы узнать на что способны моторы дуинова. Это мотороллер муравьей, это прекрасная мотособака, это байк АХ-100. Это байк мы привезли от Виктора Арестова. Это на базе мотоцикла Сузуки? Да, это мотоцикл Сузуки АХ-100. Там тоже стоит 90 мотор и все люди, которые сегодня на нем катались просто в восторге. То есть вы видели, что на выставке очень много аналогичной техники в той же весовой категории. И ребята, да, по дизайну она превосходна, но когда они садятся на байк и говорят, что мотор в таких габаритах и делает такие вещи, да. То есть любители, если раньше на прошлом фестивале нас могли оценить только дети, которые катались в санях, то в этот раз уже те, кто любят байки, те, кто любят погонять уже со скоростью, они тоже оценили моторы дуинова. Ну, то есть ажиотаж около этого стенда, я так понимаю, высокий? Да, вообще вот было заметно, особенно в самом начале. Здесь в основном в этом году гостей мало, это имеется в виду просто прохожих, которые зашли в парк погулять. Но очень много тех, кто приехал со своей техникой, и в самом начале здесь у нас просто даже было невозможно пройти. Тут было очень много народу, все сюда стянулись, потом уже постепенно стали расходиться и что-то... Ну вот интересный факт я для себя отметил, что к нам также приехал интересный мотоцикл, именно полноценный мотоцикл с двигателем ДА-100 ЛС, или С, просто С. Я знаю, что вы также приложили к этому участие, к созданию этого проекта, но это, скажем так, не ваша техника. Нет, это мы знакомы с Георгием, он из Дмитрова, он еще в прошлом году приобрел мотор ДА-100 с контроллером и вот всю зиму собирал, а сейчас летом катается, очень доволен. Ну то есть фактически на сегодняшний день любой желающий может приобрести кит-контроллер, мотор и контроллер, собственно, кит-контроллер. Кит-набор. Кит-набор, да. Да, и соответственно построить любой проект, который захочешь. Да, у нас в ближайшее время мы будем работать над созданием кит-комплекта на самые популярные байки. Даже так? Да. Для того, чтобы обеспечить очень простую установку. Да. Своими силами даже. Да, то есть просто открутил четыре болта, снял двигатель, поставил электрический комплект и поехал. Отлично. То есть вот такой мы мечтаем, ну у нас есть проект такой, который мы хотим осуществить. А на сегодняшний день те моторы и контроллеры, которые уже можно приобрести, я так полагаю, вы тоже являетесь как дилер, то есть вы можете их предложить. Да, мы можем предложить как отдельно мотор, отдельно контроллер, проводку. Мы можем свести с людьми, которые изготавливают батареи. И человек, даже взяв все по отдельности, спокойно соберет это все в домашних условиях. А обратиться к вам с целью, чтобы вы собрали какой-то комплект техники? Тоже возможно. Тоже возможно. Да, на выставке очень много людей подходили и спрашивали, что стоит, куда обращаться, можно ли там выточить эту муфту, вот с этого на эту муфту. Все можно, все можно. Эскизы, чертежи и вперед. Отлично. Мы сегодня находимся на, я бы сказал, самом ярком мероприятии, посвященном электротранспорту в России. И вот расскажите свои впечатления от сегодняшнего дня. Ожидания ваши лично перед поездкой были оправданы в итоге или нет? Да, вы знаете, что в прошлом году я очень нервничал. Обычно я нервничаю не из-за того, что... Не важно, если что, я нервничаю. Все дело очень трудно добираться. Техника вся нестандартная. И у нас еще нет возможности под каждую из них подготовить там прицеп какой-то, да, чтобы можно было. Поэтому приходится заказывать машины. Если вы видели сегодня, как мы с Газели спускались с Аней, я вам скажу, спускались мы достаточно быстро. А вот заезжали мы вчера два с половиной часа. Это серьезно. Это очень серьезный аргумент. Да, вот и потом надо добраться с Обнинского в Москву. Но когда приезжаешь на этот праздник, а я прям вот считаю, что это праздник, все забывается. Здесь все такие усталые, но все такие счастливые, потому что, понимаете, тут люди, которые увлечены электрическим транспортом. А я должен вам сказать, они очень позитивные. Они, я бы так сказал, экологичные. Они не нарушают, как это, каких-то, как правильно сказать, проотношения. У них какие-то, ну, очень, очень мягкие, очень приятные отношения. Все добрые. Все добрые. Кому не подойдешь, все рассказывают, показывают. Причем никто не впаривает. То есть никто не говорит, купи у нас вот это. Нет, все так прям вот, что нравится, ребята, что угодно. Но я обратил внимание, что сегодня неоднократно представители разных стендов, при возникновении некоторых вопросов у людей, гуляющих по мероприятию, отправляли к соседям, потому что не могли предложить сами что-то того, чего могли предложить быть те. И к нашему стенду точно так же направляли людей. И, насколько я понимаю, состоялся некий такой обмен опытом и предварительные даже какие-то договоренности с некоторыми участниками, возможно, которые в дальнейшем к чему-то доприведут. Да, здесь очень интересно в этом плане. Вы знаете, это абсолютно свободная ниша, в которой еще нет конкуренции. И поэтому люди друг к другу добры. То есть нет, вот сейчас я туда отправлю, а он не у меня купит, а у них. Здесь у каждого что-то свое. Но я вам должен отметить, что ни у кого нет моторов Дуинова. И это точно. Поэтому вот этот огромный стенд как бы так немного намекает, что подходите, интересуйтесь. Если вы хотите узнать, что это так было, подходите. Да, это очень интересно. Люди подходят, спрашивают, потом знакомятся с проектом. Потом говорят, Влада, мы даже не знали, что такое может быть. Но это у меня было весь прошлый год, все лето. А в этом году уже очень многие подходят, да, мы знакомы. Это интересно. И по-прежнему некоторые спрашивают, ну когда же будет мотор-колесо? Но между прочим, нужно отметить, что сегодня один блогер, Николай Маклауд, электродикобраз, все-таки посетил нас с мотор-колесом Дуинова. Коловок 318 габарита. Я бы даже сказал, это многострадальный экземпляр двигателя, который уже тестируется, если не ошибаюсь, 2016 или даже ранее года. И пережил многое и продолжает радовать. В адских условиях использовался этот мотор-колесо, просто в нечеловеческих, я бы сказал. И оно по-прежнему как новое. Но это вот, это как раз надежность технологии славянка. Ни один, ни один здесь китайский мотор, мотор-колесо, ни одно, не выдержало бы даже десятой части таких нагрузок. И это очень хорошо. Да, это просто фантастика. Расскажите, может быть, о своих дальнейших планах, каких-то интересных проектах, которые сейчас находятся в разработке. Ну хотя бы, если это возможно, некую, может быть, затравочку дайте. Вот очень давно уже, еще, наверное, в той половине лета, Виктор Арестов отправил нам 112-й мотор укороченный для байка. Нами был тогда сразу закуплен донор, очень интересный. И вы представляете, вот позавчера мы с Виктором разговаривали, я говорю, Виктор, посылка от тебя еще не пришла. И у него было такое возмущение, до сих пор не дошла, но, в общем, такое впечатление, что она идет к нам пешком. Это вот наш следующий проект. Мы хотим 112-й мотор установить на байк и сделать скоростной байк. А какая мощность? 112-го мотора, вот сейчас я вам могу обмануть, но выше 15 киловатт. Это в пике имеется в виду? Нет, в пике там караул, это я номинал называю. 112-й мотор вообще, это мотор для автомобиля. Но укороченная версия, это мотоцикл. Но уже, знаете, скорость мы хотим далеко за 100 сделать и пробег очень серьезный. И вы знаете, на него уже готова батарея, сам донор стоит. Мы не можем, в принципе, мы знаем, какие там будут стоять шкивы уже. Но мы не можем пока начать, у нас нет мотора. Я думаю... Таможня нас подводит. Пожелаю вам удачи в этом проекте, будем следить за вами. Я думаю, что мы еще встретимся и на эту тему тоже потом снимем очень интересный сюжет. Да, я буду вас ждать. Андрей, ну, здесь представлено действительно много вашей техники. И я думаю, что зрителям было бы интересно узнать поподробнее о каждой единице техники более подробно. С цифрами, с характеристиками, может быть, даже с ходовыми испытаниями. И как вы смотрите на то, чтобы, возможно, в дальнейшем утолить жажду многих и показать? Показать? Да, Александр. Значит, вы берете свой шлем. Он у вас есть, я знаю. Он у меня есть. И приезжаете к нам в гости. Отлично. Мы подготовим технику. На каждой вы лично прокатитесь и скажете «Вау». Я уверен, что вы скажете «Вау». Потому что, я так думаю, вы здесь уже многое попробовали, да? Это впечатляет. Впечатляет. Но здесь особо не разгонишься. Здесь не разгонишься. Здесь вот собака трогается и тут же упирается вот в этот квадрат. В колесницу. Да, в эту колесницу. Хорошо, Андрей, спасибо. Договорились. Договорились. Обязательно до встречи. Жду вас. Спасибо. Всей командой ждем. Обязательно, спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok